Жители села Кайкент на протяжении длительного времени не могут добиться разрешения на постройку джума-мечети. Инициативу граждан поддерживает районная администрация, однако окончательное оформление всех нужных документов не доходит до логического завершения. Джума-мечеть в селе есть, но в пятничный день она уже не вмещает в себя людей. Население Кайкента составляет около 15 тысяч человек. Строительство Дома Всевышнего – это не прихоть населения, это уже общественная необходимость. Быть или не быть мечети в селе Кайкент – вот в чем вопрос, который в последнее время волнует его жителей. Причина всему – земля, на которую никак не дадут разрешения для постройки. Администрация намерена поддержать жителей в этом деле, но процедура оформления документов затягивается, и из-за этого строительство никак не начнется. Дополнительным поводом для возмущения у жителей стало решение местной прокуратуры о сносе детской площадки. Конечно, недовольны все. Как сносить детскую площадку? Единственную детскую площадку за 60 лет одну детскую площадку сделали. Сами жители собрали деньги и сделали вот это все. Для этого чисто благотворительная детская площадка. Там деньги не берем никто, никакой интерес нету никого. Хотели сделать для детей. Как бы люди собрали деньги, вот эту площадку сделали. На самом деле, вот это подготовка документов затянулось, потому что перевод земель из группы земли администрации – это долгая процедура. Из-за этого прокуратур, получается, протест написал. Имам села Кайкента – один из инициаторов возведения новой мечети в этом селе. Старая мечеть уже не может вмещать в себя прихожан в пятничный день. О желании Кайкента построить дом Всевышнего имам сообщил местную администрацию, где получил на это одобрение. Все жители селения Кайкент единогласно согласны, чтобы здесь была мечеть. Но так как нужные органы, наверное, на высшем уровне в правительстве, нужно решить вопрос с документацией, у нас пока какие-то затруднения с этой проблемой. И мы хотели бы обратиться в правительство, чтобы наш вопрос с отведением, чтобы нам дали это место для строительства в джума мечети. На этой территории планируется строительство не только мечети. Сейчас тут уже есть детская площадка. А в будущем при поддержке местной администрации здесь будет организовано место, куда все желающие смогут прийти со своей семьей и отдохнуть. Здесь только для народа все это как бы создается. И вот если дадут соответствующее распоряжение о переводе, это будет лежать на балансе джума мечети села Кайкент, как юрлицо. И никто там свои цели корыстные не имеет, только для народа это. Сует отметить, что подобные проблемы возникли и со строительством нового стадиона в селе Новокайкент. Спортивный комплекс начал состроиться по инициативе главы района. Строительство почти завершено, но и в этом случае процедура оформления документов может доставить неприятности. Хотя открытие стадиона ждут все жители села. Стадион, конечно, очень необходим, так как является единственным местом в сельском поселении в Новокайкенте для занятий физической культурой и спортом подрастающих детей, молодежи. Помимо спортивной школы у нас нет практически открытой площадки, где дети могут играть в футбол, заниматься легкой атлетикой. Этот стадион будет способствовать развитию этих видов спорта, футбола, легкой атлетики и непосредственно для даже жителей населенного пункта, которые просто хотят заниматься спортом. По сравнению с предыдущими годами Кайкинский район заметно развивается. Открытие новой мечети из стадиона – одни из немногих проектов, которые администрация района намерена завершить в будущем для блага своих жителей. Абдулла Алиев Гаджимагамидов, телеканал ННТ, Кайкинский район.